Ну вот давайте вспомним. Я редко смотрю вот эти видосики Зеленского вечерние, но мне как-то два раза подряд пришлось их посмотреть. И знаете, там я увидел очень хорошего пресс-секретаря Ермака. Им был Вадимир Зеленский. Вот сегодня произошли события, там первые леди в США, там все прекрасно. Ну а первые леди как бы, ну должны были бы об этом говорить, может быть Ермак как раз об этом должен был бы говорить, или не Екифоров, пресс-секретарь, но вместо этого рассказывает Зеленский, ну это не страшно. О действиях первой леди может рассказать и президент. Но параллельно с этим он вспоминает, еще сегодня там я там разговаривал с таким-то президентом, я выступил перед такой-то там международной организацией, я то-то сегодня в составе главнокомандующий Заужный, министр, не, главнокомандующий Заужный и руководитель офиса президента Ермак общались с там руководителями американской армии. Как всегда, именно в этом составе они всегда общаются. Извините, это было выступление пресс-секретаря Ермака. Это не было выступление президента страны, у которого Ермак работает с завхозом и завканцелярией. Он настолько впал в эту зависимость, ну так само, как Янукович, только на порядок больше. И он уже не может от него отказаться, и он уже себя очень часто чувствует вторым номером. А Ермак главный, он тянет всю работу, и он как бы его такими воспринимает. Из-за него хватается, из-за него держится. Вот, ну, если он после бегства Ермака в начале вот этого большого вторжения, и реального предательства его Ермаком, он это все забыл, и за него цепляется сейчас руками и ногами, то избавиться от Ермака, избавить его от Ермака, мне кажется, уже невозможно ни в какой способ. Даже американцы этого не смогут делать никак. Они сейчас не будут этого делать, потому что война, им нужно с кем-то иметь контакт. Да, они имеют контакт с заложным, но заложный не может вести реальные переговоры, обеспечивать такие вещи, как, скажем, поставки вооружений. Ну, не может, потому что это вне его компетенции. Это должен делать министр обороны. Министр обороны под контролем Ермака. Им нужно, чтобы министр иностранных дел делал определенные заявления, определенные вещи, а чего-то не делал. Но он под полным контролем Ермака. Зеленский, ну, Зеленским Байдену говорить, ну, он может поговорить с Зеленским. Из смысла. Зеленский не понимает, что ему говорят. Ну, человек абсолютно не на своем месте. Разговор, какой-то там общие фразы пересказать, как говорила та же самая Мирослава Гангаза и прочее. И Зеленский понимает только тогда, когда по морде. Вот дадут по морде, он понял, что к нему есть претензии. А дипломатического языка он не понимает. А Байден не будет его посылать матом и говорить, ты за то, за это так-то заплатишь. Он так не может. И Зеленский просто его не поймет. И разговор не получится. И ему нужно, Байдену, иметь кого-то, кто контролирует все в стране, с кем он ведет переговоры. Является ли Ермак российским агентом? Наверное, да. Действующий ли он сегодня агент? На эти, думаю, возможно, нет. Поскольку перейдена определенная грань, и на России не прощают никому. Ермаку, наверное, тоже не простили. Но в отличие от Зеленского, Ермак еще может показать свою там необходимость, еще может вернуться. Зеленский уже, наверное, точка невозврата перейдена. И для Зеленского, наверное, это внутренняя катастрофа. Он уже не сможет посмотреть нормально в глаза Путину. Потому он уже себе позволяет сегодня и более жесткие высказывания, и все прочее. По Ермаку вообще история, мне говорили, что на самом деле он был так называемым спящим агентом. Никто на России не ожидал, что победит какой-то там выскочка Зеленский, там, клоун, там, актер, все прочее. И делали ставку на России точно. Там были свои контактеры. Там был Медведчук в первую очередь. Там много было людей. Там Портнов работал с Юлией Тимошенко, напрямую работал. Там не нужен был никакой Ермак. Ермак вообще был когда-то, наверное, завербован как по грушной линии, даже не по ФСБшной, но вероятно всего, через отца, через Дмитрия Козака, через свой бизнес на России, который ему дали возможность вести с людьми близкими к Путину. И спящий агент, это агент, которого, ну, как бы, он числится, если нужно, там, что-то ему дать, какие-то поручения, и все. И тут вдруг Зеленский побеждает на выборах, и что-то нужно делать. Еще до выборов поднимают Ермакака, спящего агента, который имеет контакт с Зеленским, его начинает навязывать к Зеленскому. Навязывают тот момент, я думаю, что в тот момент и через Коломойского пробовали навязать, но для Коломойского было очень важно в то время поставить своего человека. Коломойский решил сделать ставку на Путину. Богдан занимался созданием массированной железобетонной власти Зеленского внутри страны. Его не интересовала Россия. Для него это было чужое, далекое, неинтересное. Он вообще не воспринимал, что какая-то война идет. Для него было нужно, все ветви власти должны лять под Зеленского, причем с любовью. И он этим занимался. А Ермак как бы оказался внешнеполитическим советником, который для Богдана была, это вообще неинтересная тема, но она была интересная для Русни. И это проталкивали. Они это организовали. И Ермак начинал занимать все более высокие позиции. А потом начали сжигать, съедать Богдана. А потом сумели договориться с Коломойским. Помните осень? Что Коломойский начал тогда говорить о российских танках под Краковом и Варшавой, и как у НАТО там придется памперсы менять и все прочее. И уже Путин для него уже не был военным преступником и все. В это время, очевидно, договорились с Коломойским, что Богдана сольют и поднимут Ермака. Вот где-то это произошло. Но Ермак, на самом деле, когда о Ермаке говорят о каком-то мощном агенте, это спящий агент. Ну, это так как Буданов разведчик мощный, в кавычках, так самый Ермак. И он тоже не все может делать. Он не все может сделать для хозяина. А когда вдруг оказалось, что ты провалил ситуацию, и хозяин уже на тебя тоже зол до отупения, готов и тебя уничтожить, ну, ты тогда, наверное, понимаешь, что единственный выход, это чтобы все-таки Украина, наверное, победила. То есть я думаю, что где-то в апреле месяце, возможно, у Ермака и оборвались контакты на Россию, а возможно и нет. Я не знаю этого. И от этого очень многое зависит. Но на Ермака есть параллельное давление США. Ему там точно не верят. Но с ним там больше в украинской власти не с кем работать вообще. Единственный человек, с которым можно иметь контакт. И вот его держат. Очевидно, что ему угрожают, если он, не дай бог, снова начнет там на Россию клонить, прочие там им подыгрывать, за этим следят, то ему там будет очень больно, его финансами, всему прочему будет очень больно. И, наверное, его держат под каким-то контролем. Но в Украине до тех пор, пока Зеленский президент, он может игнорировать все. Все позиции американского общества, все позиции оппозиции, все он может игнорировать, а в США так нельзя. И там есть республиканцы, которые хотят подавить немножко политически Байдена. И они ищут, они ищут какие-то претензии. Есть откровенные трамписты, которые бьют по этой теме, а не слишком ли много Украина получает от США там и вооружений, и денег, и всего прочего. А не лучше было бы перестать помогать Украине, склонить ее к каким-то переговорам. Но это позиция Трампа и узкого круга, где-то 11 человек, вот таких отъявленных трампистов. Есть люди на грани, та же самая Спарц, которая реально поддерживает Украину. Ей это болит. Она хочет, чтобы Украина получала еще больше, но для нее Байден личный враг. И она против него. И вот они играют на вот этих вопросах вооружения, которые фальшивы. Я не думаю, что за это Украине можно оставить претензии. Но за это наносились определенные удары, которые Россия сразу же использовала, пробовала раскрутить. Но есть целый ряд абсолютно логичных вещей. Если по двум пунктам, по антикоррупционному прокурору и по НАБУ, по началу консульса, как бы стронулась с мертвой точки, то вообще роль Ермака во всех бывших событиях... Говорю о существующих, актуальных или будущих. Тут для меня самого открыт вопрос, но всех тех, которые произошли до этого событиях, плюс роль Татарова, как реваншиста откровенного, которого в принципе не может быть на этом должности, потому что это символ коррупции. А для США страна-партнер не должна была, не должна быть страной, в которой процветает коррупция. И вот эти моменты, они остаются. И Зеленский этих не сдаст. Ни за что не сдаст. И для республиканцев это просто подарок судьбы. Они будут бить по Байдену, ударяя по вопросу Ермака и Татарова. Байден будет требовать, чтобы Татарова и людей убрали. Чтобы не был там генпрокурор, уже сейчас не Татаровский, а Ермаковский там будет. Но чтобы не было там в СБУ татаровских людей, прочих-прочих. То есть будет все равно определенное давление из Байдена, но тут Зеленский как бы еще может игнорировать. Для него есть фактор войны. Война все спишет, а Байден все равно будет помогать, потому что Байдену нужна победа. А Трампу украинская победа не настолько нужна. Тоже нужна. Байден не будет подыгрывать России. Знаете, Байден... Ой, говорю Байден, Трамп. Трамп не будет подыгрывать России. Трамп очень в своеобразной форме, но жесткий патриот Америки. Только он по-другому, чем, скажем, Байден это понимает. Но для Трампа победа Украины значения не имеет. А поражение России он будет наносить в другой способ, экономический способ, прочий. И проигрыш Украины в этой войне или втягивание Украины в очень страшную войну. Когда мы не получим дополнительных вооружений, и начнется война уже рукопашную, когда будут наступления российские, мы их будем отбивать, когда прольется море крови, это будет реальный Афганистан. И вот этот реальный Афганистан Трампу, он выгоднее, чем Байдену. Байден не хочет здесь, чтобы здесь была катастрофа в этой стране, полная разруха. А Трампу это подходит. И трамписты, в первую очередь, но и республиканцы вообще, атакуя Байдена, вот именно по этой связке Зеленский и Ермак будут бить. Байден согласился легитимизировать эту связку. А Трамп ее легитимизировать не будет. Ему, в принципе, одинаково. Там Ермак, или там Богдан, или там еще кто-то. Но он видит, что эта связка, она как бы болезненная точка, и по ней можно бить, ударяя по Байдену. Она ракошетом бьет по Байдену. И вот потому наличие Ермака после того, как республиканцы довольно прогнозируемо, поскольку в Америке все-таки определенная небольшая, но рецессия экономическая, республиканцы сейчас на выборах могут получить неплохой результат вот этой ситуации, я думаю, что после их прихода к власти в Конгрессе нам будет весьма трудно. Да, пока что Байден немножко притормаживает Ленд-Лиз и за простое финансирование дает нам вооружение. Сегодня так. Потому что в то время, когда республиканцы придут к власти, они будут требовать очень жесткого контроля. Они будут требовать уступок от украинской власти. Увольнение вот этих фигур, зная, что Зеленский их уволить отказывается, они будут давить на это. И соответственно, финансирование украинской армии напрямую с американского бюджета и вообще финансирование Украины будет очень осложнено, очень осложнено. Но тогда Байден сможет включить Ленд-Лиз. Закон подписан, закон есть. Он имеет это право, это уже личное право как президента расписывать нормы Ленд-Лиза. Ведь за Ленд-Лиз нам когда-то, возможно, и заплатить придется. Не Зеленскому уже, будущим поколением. И потом Байден пока что оттягивает Ленд-Лиз, делая абсолютно те же самые вещи, но за счет прямого финансирования с американского бюджета. Но вот из-за этой связки пока война, она как бы для Байдена, ну, неминуемое зло, которое нужно терпеть. Но когда война закончится, если Россия проиграет с очень жестким результатом для себя, если там начнутся какие-то внутренние процессы развала их страны, прочее, что бы там ни началось, у Байдена уже будет победа. Он уже займется теми осколками России или, возможно, новым правительством России. Он может пойти, как когда-то Буш, ножками Буша заваливать ту империю зла и добиваться, чтобы они там не распались окончательно, чтобы не держались, как он будет считать, там, либеральная империя. А может быть, добивать их будет до конца. Мы не знаем, что он захочет делать, там, скажем, через полгода, если вот наметятся какие-то жесткие изменения там в самой России. Но Украина уже не будет тем пунктом, за который нужно хвататься, как за что-то самое важное. И тогда постанет вопрос, вы были союзниками в войне или вы наши партнеры? С союзниками в войне мы помогли. Все, мы вам дали то, что нужно. Сейчас у вас там десятки миллиардов долгов, которые должны вернуть Европейскому Союзу, Америке и прочее. Откуда вы будете брать деньги? Нам как бы безразлично, вы это должны возвращать. И момент второй. Мы, если вы хотите быть нашими партнерами, вы должны стать витриной свободного мира. В витрине свободного мира не может быть таких пятен, как Ермак, как Татаров, как Етьманцев, как Третьякова, как Арахамия. Тогда полная зачистка. А это вся та пирамида, на которой на верхушке сидит Зеленский. Он не сможет этого забрать. Он может понемножку выдергивать определенные пункты, но эти пункты одномоментно, вот эти кубики заполняются людьми Ермака, Татарова. И вот после этого этот монолит создастся, и его избавится Зеленскому. Ну, будет просто элементарно страшно. Можно ли? Да, можно. Но он не рискнет этого делать. И тогда нам просто откажут и скажут, ну, сейчас Россия тоже стала бедной страной. Но там вместо Путина пришел какой-нибудь Навальный, там, условно освобожденный там с тюрьмы, еще кто-то там. Мы теперь туда будем миллиарды вкладывать. Мы с них будем делать витрину, а не с вас. Потому что у вас судебная реформа на выворот. Потому что у вас преследуется оппозиция. Потому что у вас нет свободы слова. И страна банкрот, разрушенная войной, с миллионами берегов, с ужасной демографией. Это может быть тоже одной из последствий вот этой связки Зеленский-Ермак. Потому что правы в Нью-Йорк Таймс в том, что доверия нет вообще. Байден просто, вот заканчиваю именно вот этим, Байден просто чисто функционально признал, что Зеленский это тот, кто имеет легитимный статус и по-другому нельзя. Нужно иметь дело с ним, но с ним делать дело невозможно по его психомоторным функциям. И потому я работаю с тем, кто управляет страной. Управляет страной Ермак. Но это до конца войны. А доверие это не возбуждает. Не верят человеку, который против тебя воевал в политике и тебе подставлял подножки. Не верят человеку, который топчет ногами все без исключения ценности, которые существуют в США, которые базовые в США и которые базовые лично для Байдена. И это закончится у Украины очень плохо. Но, к счастью нашему, после войны, в случае, если война затянется до президентских выборов, если, скажем, победит Трамп или кто-то с трампистского крыла, ну тогда это закончится для нас намного хуже. Несравнимо хуже. Но я надеюсь, все-таки война не растянется на несколько лет.